Причинение средней тяжести вреда здоровью В настоящий момент моей жизни и здоровью угрожает опасность Объясняю, почему так С 27 мая 2019 года я болен Среднее, тяжело, состояние меняется Лежа в больнице, наблюдаюсь, меня не могут вылечить Гастроэрозивная рефлюксная болезнь Причиной возникновения, ремиссии и обострения данного заболевания является психогенный фактор воздействия А именно морально-психологическое давление, которое на меня оказывает ОПС полицаев Путем фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности Материалов административных, уголовных дел Незаконным привлечением к административной и уголовной ответственности Незаконным лишением свободы Либо организации такового процесса Я выхожу из поликлиники и меня встречают шестеро в масках Не маловато, да? На одного-то больного Человека Но смысл в том, что у них на руках уже есть справка А справка из-за медучреждения За подписью печати главного врача Пачкина Когда я вышел из спецприемника Я прошел уже в экстренном, неотложном порядке Гастроскопию и открыл больничный То есть, соответственно, этой же Шведовой принес все эти бумаги То есть, у этого существа женского пола Представляющегося следователем о Шведовой Собственно, уже есть какая-то справка о том Что, ну, я, видите ли, здоров То есть, и со мной можно там проводить какие-то следственные действия Я вам заявлял ходатайство о том, чтобы отложить следственные действия Вы удовлетворили ходатайство? Я отказала вам в удовлетворении вашего ходатайства Объясню, почему У меня есть ответ Откуда? Ответ из ГБ-2, предъявите его мне сейчас Вот вы ознакомитесь со всеми материалами уголовного дела В порядке установленного законам Ответ из ГБ-2 от какого числа у вас там есть? От вчерашнего От вчерашнего, что там написано? Что вы контактные, можете передвигаться самостоятельно Выдает эти справки Пачкин Это главный врач больницы, который является, то есть, ну, соответственно, уже соучастником ОПС-полицай Главным врачом городской больницы номер 2 города Кемерово назначен Пачкин Игорь Вадимович До этого работавший директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области Мы хотим усилить те традиционно сильные направления, которые есть во второй городской больнице ОПС-полицай предъявили мне обвинение по откровенно свинифицированному делу, то есть, которое нельзя назвать уголовным 112 статьи Мною предъявлены исчерпывающие доказательства моей невиновности Исчерпывающие доказательства виновности лиц, которые являются по этой 112 якобы потерпевшим и якобы там основным свидетелем Ну, вдвоем, кто они были в подъезде И какой план действий сейчас ОПС-полицай предположить путем нехитрых умозаключений можно следующее То есть, они меня будут вылавливать, закрывать на 48 часов по постановлению следователя И дальше меры пресечения СИЗО То есть, там они нас свинифицируют, что там уклонялся, прятался от следствия, что там могу скрыться и тому подобное Ну, естественно, для того, чтобы просто вы не знали, что происходит от первого источника То есть, какой произвол, какие репрессии разворачиваются по отношению к моей личности К чему тогда спешка с тем, чтобы прям вот опять же настойчиво на следующий же день ко мне ломиться домой Тут момент, то есть, я выхожу в магазин, то есть, искал эти хлебцы для тоста То есть, большого размера пришлось пол района обойти Пока я ходил, то Шведова мне звонила Михаил Евгеньевич, здравствуйте, добрый день Следователь вас беспокоит? Шведова моя фамилия? Да Михаил Евгеньевич, мне необходимо вам вручить повестку Для того, чтобы вы явились ко мне для производства следственных действий Я подъеду сейчас к вам домой, вручу вам повестку? Я не дома Хорошо, куда мне подъехать и вручить вам повестку? По почте отправляйте, до свидания У меня матушка Людмила Андреевна, человек уже пожилого возраста Она сообщила, что кто-то стучался в дверь, но она чувствует себя плохо То есть, не стала подходить, открывать, даже отвечать Произошло, знаете что? Спецоперация подъездовая Появляется какой-то, ну не знаю, человек, он не живет в этом подъезде Жильцов, всех знаю, по росту, весу, комплекции таких нету И открывает дверь в подъезд Почему? Для чего? Ну, потому что, если сейчас в домофон звонят в мой подъезд и говорят Откройте полиция 83-ю квартиру, там просто вешают трубку То есть, и в условиях вот этой, так не знаю, нагнетания вот этой паники Вот этого страха с этим коронавирусом У подъезда можно простоять, собственно, несколько часов Просто никто не заходит, не выходит Именно для этого запускает вот это неизвестное лицо Заметьте, он открывает дверь чипом Заметьте, он открыл дверь с помощью чипа Правильно? Зашел туда и отключил домофон И через некоторое время появляется вот это лицо, представляющееся шведовой Ну, они выходят из подъезда И через относительно короткий промежуток времени за ними выходит вот это неизвестное лицо В завершении я желаю рассказать о состоянии здоровья То есть, оно ухудшается очень сильно, опять же, силу воздействия То есть, психогенного фактора, стресс То есть, он просто меня угнетает, у меня не очень плохо То есть, куда-то вот в магазин я сходил, там, вот где-то около часа походил туда-сюда То есть, пришел домой и все, упал Если я поем, меня тоже давит, но лежать нельзя, потому что рефлюкс Прочитаю, потому что качество не очень Можно не разглядеть такая бумага, принтер у них Желудок Слизистая оболочка в теле желудка умеренно отечная, ярко гиперемирована Рыхлая контактно-кровоточила Множественные точечные геморрагии, единичная с гематитом 12-перстная кишка Слизистая отечная, гиперемированная, складчатая По вершинам складок эрозии с фибрином 0,4 см в длину Заключение Недостаточность кардии второй степени Хронический эрозивный эзофагит Степень поражения пищевода по шкале Сан-Миллера 2 Эрозивно-геморрагический рефлюкс-гастрит Рубцовая деформация, луи-эрозивный бульбит Уже обыкновенный фашизм Человек больной, ему пишут, что он здоровый для того, чтобы его посадить Меня реально могут сейчас закрыть в СИЗО Там мне станет плохо И в СИЗО меня переведут на тюремную больницу А в тюремной больнице я просто умру И вы меня уже больше никогда не увидите Обращаюсь к видеоблогерам, журналистам, общественникам Я нахожусь в настоящей опасности и беде Прошу помочь мне Придать огласки Произвол беспредел Который происходит по отношению к моей личности Подписывайтесь на канал Проверяйте подписку Ставьте лайк этому видео И пишите длинные комментарии Благодарю за внимание До скорых встреч Всего доброго Будьте здоровы